в земле вырыт большой колодец большой глубокий и когда ты спускаешься по этому колодцу еще нарезаны вот так вот горизонты горизонты между собой имеет расстояние в 75 метров и рассказываю именно за свою шахту допустим я спускаюсь на глубину 900 метров и потом еще километр иду и у меня там своя отдельная камера я управляю машиной которая спускает людей в шахту вот у меня маленькая клетка на одну площадку там 35 человек можно посадить им непосредственно с шахтерами там все время сигналистка находится в общем все 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 идет именно через машиниста подъема и в основном это именно женщины потому что они невысокие заработок мужчин не прельщает абсолютно хотя ответственность очень большая очень большая там в доли секунды нужно сообразить какое принять решение для того чтобы не травмировать людей чтобы не было смертельных исходов там где ты родился и общая среда создает какие-то условия да для выбора профессии женщин в кривом роге работающих во вредных условиях очень очень много не чем проще что я пришла села на рабочее место и я постоянно нахожусь за пультом управления я я восемь часов постоянно на одном месте эти бедные сигналистки они на поверхности выезжают не один раз за смену допустим наша шахта полтора километра глубиной сигналистка едет с нуля на полтора километра а потом возвращается назад это каждый раз перепады давления это каждый раз нагрузки причем плюс еще же погодные условия плюсах какая смотря вентиляция это сквозняки зимой это холода они бедные если прорывают трубы допустим вся эта вода затекают они выезжают насквозь мокрые насквозь вплоть до нижнего белья им приходится потом бежать на баню переодеваться потому что дальше работать она же все оледеневает берется корочкой то есть этим женщинам вообще не позавидуешь выдают лепестки но когда ты одеваешь этот лепесток через него же сложно дышать а если еще и на улице жара в нем просто задыхаешься до такой степени задыхаешься что такое ощущение что сейчас сердце выскочит мы ехали в плите и молодой человек рассказывал о своей беседе с бабушкой ну внук расскажи мне что там в шахте там уже с вашими новыми технологиями уже наверно сигналистки не мучаются она сама все там двигается до тележки все а он не поворачивается вид ба ты не поверишь другой раз сигналистки вагоны толкают вручную толкают вагоны то лебедки не тянут еще что-то ну надо подтолкнуть ну а что делать становятся подталкивают бабушка расплакалась и говорит нет я те не верю потому что после войны после войны они нажимали на кнопки и были самоходные тележки которые выталкивали эти вагоны или заталкивали сейчас этого всего нет оно все сломалось его убрали в рабочем коллективе дискриминации ну в виде шуток мы все друг от друга зависим мы от них потому что они добывают эту руду и за счет этого живет предприятие они от нас зависят потому что мы их туда спускаем и выводим и привозим а материалы и все вот есть повсеместный запрет подземных работ ссылаются на мотовскую конвенцию 40 под номером 45 о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода весь упор делала и делается она репродуктивной функции а кто-нибудь делал исследование порек по последствиям всех этих условий именно на мужскую физиологию никто же не делал а также сама влияет и физический труд и вибрации какая разница женщина мужчина или ребенок мы все заслуживаем хороших условий труда то что женщину государство должно защитить я с этим согласна целиком и полностью потому что женскую физиологию никто не сможет отменить цель была защитить женщин да но почему-то они выразились форме запретов поэтому то что государство сейчас украина хочет отменить вот этот перечень запрещенных для женщин профессий с одной стороны хорошо но с другой стороны мне бы очень хотелось чтобы остался остались в экзоте эти статьи там где идет ограничение труда женщин для только что забеременевших или для мамочек для кормящих чтобы им создали эти условия чтобы у нее была возможность выйти эту лялечку покормить это все должно быть на государственном уровне эти стандарты должны быть для того чтобы на эти стандарты женщины могли опираться и отстаивать свои права у нас в украине что сделали ввели закон 22 12 благодаря этому закону мне подняли пенсионный возраст то есть я в шахту шла сознательно для того чтобы в возрасте 45 лет выйти на поверхность и уже из пенсионного фонда получать свою пенсию но все здесь тем что вот в украине пошли экономические перебои да нам решили увеличить на пять лет срок работы для того чтобы мы выплачивали налоги в казну чтобы пенсионный нам не выплачивал эти деньги но условия труда ведь не изменились но когда мы пришли просить о повышении заработной платы и о пересмотрении наших рабочих мест чтобы улучшить действительно как-то улучшить ситуации на рабочих местах нам сказали что мы вне закона поэтому если мы начнем возмущаться и привлекать к нашему вопросу мнение общественности и придадим наши требования огласки они нас просто уволят таким образом соблюдая закон